Всем привет! Очередное наше путешествие по Васильевскому острову. Дом 4 по седьмой линии Васильевского острова. Участки начали застраиваться в 1720-1730 годах. В 1730-1780 годах участок и дом принадлежал семье директора Московского университета, Московского университета, господина Аргамакова. И надо сказать, что этот дом, в общем, сохранял первоначальный вид более 100 лет. Было всего два этажа. Называется так, два этажа на высоких подвалах. В начале 19 века владельцем участка был коллежский ассессор Удаков, затем надворный советник Щукин и после него купец Аренс. Чем знаменит этот дом, собственно говоря. В 1839 году здесь была квартира Тараса Шевченко. Тарас Шевченко приехал сюда в 1839 году своим товарищем. Тарас Григорьевич Шевченко был студентом Академии художеств в 1814-1861 году. И прибыл он сюда во второй половине 1839 года. В 1840 году этот дом был доходным домом господина Аренса. Аренс был купец. Лицевое здание было настроено третьим этажом, но был еще двор. Во дворе был возведен четырехэтажный жилой флигель. Там тоже жили люди. В 1860 году здесь были квартиры известнейших людей. Фердинанд Петрович фон Врангель. Фердинанд Петрович Врангель. Выдающийся российский военный и государственный деятель. Мореплаватель. Полярный исследователь. Адмирал. Управляющий морским министерством. Его именем названы географические пункты в Северном Ледовитом океану. Есть остров Врангеля. Почетный член географического общества, член Академии наук, член-корреспондент лондонского королевского географического общества. Ну, просто, как говорится, вся грудь в орденах. Действительно, награды в орден святого Георгия, орден святого Станислава, перстни с алмазами, знак отличия, орден святой Анны, святого Владимира, орден белого орла, медаль в память войны 1856 года. Ну, просто знаменитейший человек, интересно, конечно, времени мало, но он встретил свою жену перед отъездом в Америку. Он хотел жениться, искал себе пару. И в Ревелле, Наталин, из окна конторы дилижанцев он увидел гуляющее семейство, в числе прочих девушку, которая приковала его внимание. Это была баронесса Рассельон. Он просил его представить перед ней. Через две недели сделал предложение, а еще через две недели обвенчались. А еще через две недели он уехал с молодой журналой в Америку. Ну, представьте, вот, ну, просто очень интересно, действительно, читаешь вот эти вот записки, удивляешься. Такие дела. Николай Андреевич Римский-Корсаков, выдающийся географ, молодой флотский лейтенант, будущий великий композитор. Кстати, он заканчивал училище ныне, нынешнее училище, Травеликого или училище имени Михаила Васильевича Фрунзе, в котором я тоже учился. Римский-Корсаков Николай Андреевич, композитор, педагог, общественный деятель, музыкальный критик, участник, кстати, «Могучей кучки». О ней я, как он в одном из сюжетов говорил. Среди его сочинений 15 опер, 3 симфонии, симфонические произведения, инструментальные концерты, кантаты, инструментальная вокальная и духовая музыка. Он с отличием окончил морской корпус. На клипере «Алмаз» путешествовал в исследовании к берегам Северной Америки. Через некоторое время он как бы ушел из моряков и стал композитором. Много можно говорить, к сожалению, о ограничении по времени. Вот такой еще один человек жил здесь. В 1867 году здесь была партира господина Антокольского. Марк Матвеевич Антокольский был вольнослушателем Академии художеств. Впоследствии это знаменитый культер. И надо сказать, что они были дружны с Репиным. Вместе учились в Академии художеств. Поэтому Репин и я достаточно часто здесь бывал. В 1874 году архитектором Петерсеном было возведено двухэтажный флигель на углу Академического и Днепровского переулка. Дом принадлежал господину Крюгеру. Это был доходный дом. Во всех записках, которые я читал в интернете и в книгах, никакую информацию о Крюгере собрать не удалось. Им было еще известно, что он на 8-й линии Васильевского острова имел дом доходный. Но он был такой дяденька, господин Крюгер. Владелец двух домов. И этого еще на Васильевском острове. В 1890-е годы по 1917 год это был доходный дом Эггарта. Эггард был купец. И он был известен тем, что в начале 20-го века состоял председателем Санкт-Петербургского фотографического общества. Крупное общество. А также вице-командором Петербургского парусного клуба. А парусный клуб основан в 1887 году как парусный кружок милпокровительства великого князя Александра Михайловича, который патронировал многие парусные общества. И в частности, конечно, Санкт-Петербургский парусный клуб. В марте 1892 года его императорское высочество великнязь Александр Михайлович с высочайшего соизволения принял звание почетного члена Санкт-Петербургского парусного клуба. Вот видите, какой дом. Такие здесь люди жили. Все. Всем пока. Всем привет. До свидания.